Привет, это снова я, узнали? Ахтунг, алярма, у меня срочное включение, срочное! Всем постам приготовиться! Это боль. Я, короче, очень давно уже полюбила нежно парфюм под названием Killian Angels Share. Я думаю, что вы все это прекрасно видели, кто интересуется парфюмом. Это в таких вот как стаканах, или, я не знаю, в общем, в каких-то стаканах такое алкогольное у них есть, алкогольная серия. Она дорогая, прям, там что-то за 25 тысяч рублей у нас где-то, за 26, за 28, за 130. В Европе чуть дешевле, но, в общем-то, я все нюхала, все думаю, ну, нет, 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 ну, что-то мне нет. И запах великолепный, очень теплый, притягательный, алкогольно-такой коньячно-брендивый, какой-то выпечкой, какой-то какими-то фруктами, короче, просто потрясающий, великолепный, отличный, собранный воедино, цельный, супер-классный. Такой запах. И все, я ходила вокруг него, ходила, и тут я посмотрела, значит, видос одной чувихи в интернете, не буду ее называть, потому что я не помню, какой ее зовут, и она показывала аналог. Причем она говорила, что это прям вот очень похоже, что это очень похоже. Во-первых, похожа упаковка. Это арабская парфюмерия, фирма называется Lattafa, если я не путаю, и аромат называется Camra. Она говорила, это прям вообще типа один в один. Класс, запах супер, чуть полегче, и стоит он за 100 миллилитров меньше 5000 рублей. Я тоже вокруг него долго ходила и думала, ну, во-первых, покупать без затеста. Я посмотрела еще кучу видео в интернете, и все как в один говорили, это очень похоже. Это крутой запах, он такой же, он прям супер-классный. Ходила я вокруг, ходила и думаю, может, на Авито что-нибудь есть. И в итоге я нашла на Авито, распив этого хамры, забрала вот 10 миллилитров, потратила 650 рублей. Сказать, что это не то, ничего не сказать. Опять же, это все сугубо личное мнение, да? Кому-то нравится, кому-то не нравится, но просто надо иметь в виду, что есть хотя бы один человек на земле, который считает, что лота фак хамра. А нет, два. Я Лене давала понюхать, Лене, которая дарит дерьмишка, она тоже сказала, что это отстой. Короче, суть в том, что, во-первых, не похоже. Нет. Он пахнет ромовой бабой какой-то искусственной из Дикси по скидке. И очень сильно пахнет сушеными яблоками. Вот эта нота сушеных яблок, засахаренных каких-то, она приятная, и она бы мне нравилась. И мне даже нравилась бы эта ромовая баба, черт с ней, ведро за пять тысяч. Но здесь ужасный, отвратительный, невероятно мерзкий, потно-мужской, грязно-ножно-бабковый мускус. И единственное, что у вас остается на коже через 15 минут, это грязная бабка с немытыми ногами, воняющая в метро, с этими пакетами, с лежалыми вещами. Это все, что остается на вас. Больше ничего. Возможно, на мне. Если вам нравится пахнуть бабкой, это ваш выбор. Меня нет. Естественно, если вы просто не воспринимаете эту ноту так остро, как я, возможно, вам действительно подойдет. И тут, ну, да, как бы 25-28 тысяч и 5 за 100 миллилитров. Это отличный вариант. Но имейте в виду, лучше попробовать. Прям... Нет. Нет. У нас в первом подъезде живет женщина. Она выходит каждый день стрелять сигареты у прохожих мальчишек. Вот от нее пахнет примерно так. Но километр. А, да, это шлейфовый аромат. То есть о том, что вы никогда не моетесь, узнает весь вагон метро. Нет. Яблочки хорошие. Вот можно было бы вычленить эти яблочки и оставить только их, а этот мускус убрать. От этого я буду избавляться. Ждите на Авито за 500 рублей. Может быть, кто-то захочет себе это добро. Мне это не нужно. Спасибо. Спасибо за просмотр. Лайки, комментарии. Если у вас есть, напишите, пожалуйста. Может быть, вам нравится. Если у вас есть оригинал, напишите, как вам оригинал. Потому что я прямо от него в восторге. Давайте общаться. Пиши, пиши, пиши. Пока. Пока.